Палатки с урнами для голосования расставлены по всему городу. Севастопольцам предлагают выбрать, кто из кандидатов от оппозиции достоин стать главой Белокаменного. По задумке организаторов, лидер составит конкуренцию победителю праймерис «Единой России». Однако уже к обеду надежды организаторов на честный результат альтернативного праймерис начали улетучиваться. С разных концов города стали поступать сообщения о странностях выбора. Утром был в Любимовке, хотел проголосовать. Получается, к палатке подъехал белый микроавтобус, вышли люди, мужчины взрослые, встали впереди палатки. Мы спрашиваем, вы как голосовать или что. Но они сказали, да, будем голосовать за дубовика. И я вот помню, что фигурировали цифры оплаты полторы тысячи или тысячи, я конкретно не знаю, но я так понял, что люди приехали голосовать за деньги. Я считаю, это не настоящий выбор. На основке крюкина около палатки был свидетелем того, как подъехал белый микроавтобус, вышла группа молодых людей, подошла организованно, начали голосовать. Я на Юмашево пришла голосовать на народных выборах. Подъехал какой-то белый микроавтобус, из которого вышли молодые ребята, и они сказали, что они будут голосовать за дубовика, и, ну, как видимо, это было за деньги. Только за субботу нарушения были зарегистрированы на 30 точках для голосования. 20 палаток в течение дня закрылись. В нашу редакцию поступили кадры, подтверждающие странность происходящего у палаток оппозиции. На видео люди рассказывают об истинных причинах прихода на голосование. По их словам, пришли сюда заработать деньги. А зачем вам это знать? Интернет требует. Интернет требует? Люди требуют. Люди требуют. Хочется. Ну... Люди себя требуют? Ну, а от кого вы? От дубовика. От дубовика? Да. А кто он? Не в курсе? Кто он? Хороший человек. Хороший очень человек. А он за это платит? Все за деньги. А сколько денег дают? Денег, я не скажу, сколько денег. Кому-то больше, кому-то меньше. А вот вам тоже, да? За дубовика. Кстати, за дубовика полторы тысячи рублей, если проголосуете. Сами участники опроса не видят в произошедшем ничего плохого. Голосование неофициальное, а значит, и правовых последствий не несет. Мы не проводим мероприятие, которое было бы подотчетно закону Российской Федерации или Конституции. Это просто народный опрос. И это все должны прекрасно понимать. Активности великой не было. Это я прямо сразу говорю. Потому что, во-первых, еще и не поняли, что это. Ну, стоит, скажем, палатка коммунистической партии. Ну, что она стоит? Ну, стоит и стоит. Люди не совсем понимали, что и чего. Результаты опроса населения будут известны к середине недели. Оппозиционерам предстоят непростые дебаты. Какой именно кандидат вступит в борьбу за кресло главы Севастополя? Единства среди кандидатов нет. Об этом говорят сами участники альтернативного праймерис. Как нет и у горожан уверенности, что опрос выявит действительно сильнейшего. Вероника Андреева, Дмитрий Слизовский, Дмитрий Еремеев. Информационный канал Севастополя.